Арарата Габикян, лидер из Шурнуха, заявил, что идея зеркального отступления, выдвинутая властями, является позорной идеей. На самом деле, сколько бы противник не отступал, терять ему нечего. А когда мы отступаем даже на один метр, это снова потеря нами территорий. Я говорю не о одном километре, а о одном метре. Огород нашего соседа Вагана, который сегодня был, наполовину полон, земля поделена. Куда теперь зеркало тянуло? Сегодня для нас важна и площадь в один метр. Зеркальное отступление, извините, но это будет для нас другим статусом. Турк пришел и забрал половину нашего села. Этого еще не хватило. Он захватил еще какие-то территории. Противник пришел со своими нарисованными картами и GPS. То есть, когда ему нужно, он играет в GPS, когда ему нужно, карту. Сегодня база противника с четырех сторон. Мы в засаде. Проще говоря, у нас нет выхода. Вот в этих условиях мне непонятна идея зеркального отступления. Для меня это неприемлемо. Нам больше некуда идти. По логике властей и зеркального отступления, наша государственная граница дойдет до от адского монастыря. Это единственный случай за тысячелетия, когда царь открывает ворота неприятелю и приглашает его внутрь. Больше этого, я ничего не могу сказать. Заключил Арарата Габикян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.